Здравствуйте! С вами программа «Исторический гороскоп» и я, Анастасия Бусыгина. Сегодня 1 января, и в нашей программе будет представлен зодиакальный гороскоп с исторической справкой о событиях в этот день. Овны, о вас может узнать вся страна. Государственный гимн СССР на музыку советского композитора Александра Александрова впервые прозвучал в ночь на 1 января 1944 года. Гимн был утвержден в 1943 году постановлением Политбюро ЦК ВКПБ. Тельцы. Сделайте решительный шаг в отношении своей персоны. Император Японии Хирохите в 1946 году отрекся от своего божественного статуса. Он был 124-м императором Японии. Его правление было длиннейшим императорским правлением в истории Японии, и на протяжении его произошла огромная трансформация всего японского общества. Близнецы. Возможен приятный сюрприз. Королеву Великобритании Викторию в 1887 году провозгласили императрицей Индии. Много труда стоило Дизраэле провести биль, который уполномочивал королеву принять титул императрицы Индии. Дизраэле мотивировал свое предложение тем, что новый титул будет принят в Индии за символ единства Англии и Индии, а за границей как знак непоколебимой решимости английской нации защищать свои права на Индию во что бы то ни стало. Официальное принятие титула последовало в апреле 1876 года, а 1 января 1877 года с восточной торжественностью было возвещено вице-королем Индии в городе Дели в присутствии индийских владителей. При закрытии парламента Дизраэле перешел в верхнюю палату с титулом графа Биконсфилда. Раки. Благоприятное время для научных исследований. Астроном из Палермо Джузеппе Пиацци в 1801 году открыл первый астероид Церера. Длительное время Церера рассматривалась как полноценная планета Солнечной системы. Впоследствии она была классифицирована как астероид, а по результатам уточнения понятие планета Международным астрономическим союзом в 2006 году на 26-й Генеральной ассамблее МАС была отнесена к карликовым планетам. Или вы придете к власти революционным путем? Фидель Кастро в 1959 году свергнул кубинского президента Батисту. Он стал премьер-министром республики Куба, а с 1976 по 2008 годы президентом страны. Девы. Произойдут значимые исторические события. Чехословакия в 1993 году разделилась на два государства – Чехию и Словакию. Сама же Чехословакия как государство просуществовала более 70 лет. Весы. Получите достойное вознаграждение. Английский мореплаватель Горацио Нельсон в 1801 году был произведен в чин адмирала. Он родился в семье приходского священника. После нескольких лет учебы в школе поступил юнгой на корабль своего дяди. Затем ходил на торговых и военных судах в Вест-и-Ост-Индию, а также участвовал в полярной экспедиции. На флоте с 12 лет. В 1777 году выдержал экзамен на чин лейтенанта. В 78 году стал капитаном Брига, а в 89-м – фрегата. Скорпионы. Ожидается повышение по службе. Григорий Орджоникидзе в 1918 году большевики назначили временным, чрезвычайным комиссаром Украины. Он был видным советским государственным и партийным деятелем, а также профессиональным революционером. Стрельцы. Свадебные фанфары прозвучат в вашу честь. Сестра Каллигулы Юлия Агриппина в 49-м году вышла замуж за Клавдию. Она была дочерью Германика и Агриппины-старшей, а также матерью Нерона, который с 54-го по 68-й год правил Древним Римом. Козероги. Станете членом крупной организации. Португалия в 1986 году вступила в Евросоюз. В 2002 году она вошла в зону единой европейской валюты евро. Водолеи. У вас появится новое увлечение. В России в 1858 году выпустили первую почтовую марку. Она изготавливалась почтовым ведомствами и использовалась как знак оплаты сбора за пересылку почтовых отправлений. Марка стала одним из наиболее популярных объектов коллекционирования. Рыбы. Займетесь описанием истории, благодаря чему прославитесь. Сэмуэл Пипс в 1660 году начал писать дневник, в котором он воссоздал как всеобщие катастрофы сражения между народами, политические коллизии и придворные дрязги, так и подробности собственного быта, стола, любовных связей и прочее. Впоследствии дневник стал главной его книгой. Невзирая ни на что, дарите друг другу хорошее настроение. Как сказал Иоганн Гетте, живешь один раз. С вами была программа «Исторический гороскоп» и я, Анастасия Бусыгина. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...